Русский сказ Младшая, Элла, была очень доброй девушкой и была мила со всеми. Но несмотря на то, что она была очень приятная, и она была чрезвычайно забывчивая, обе сестры не заботились о том, чтобы исправить свои недостатки, и у них всегда были разногласия. Джейн и Элла были очень бедны. Они ложились спать голодными почти каждую ночь и были счастливы, если у них было поесть хоть немного хлеба из сыра. Однажды Элла сидела за столом и смотрела на небо, как вдруг в ее животе начало громко урчать. О, я так сильно проголодалась! Я уже несколько дней толком не ела, да и сейчас есть нечего. Может быть, если я выйду на прогулку, я забуду о том, как я голодна? Поэтому она пошла прогуляться в лес, неся с собой только фляжку с водой. Она все шла и шла, и вскоре ей пришлось остановиться и отдохнуть, потому что она очень устала. Ах, я так устала! И так хочется пить! Мне нужно выпить немного воды. Но как только она собралась пить, перед ней появилась старуха. Она была одета в темный халат и выглядела так ужасно, что Элла чуть не убежала. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! Она пошлилась так сильно, что хотя она и выглядела ужасно, Элли стала жаль ее, и она решила пойти ей навстречу. Конечно! Вот, пейте сколько захотите. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Ты так добра! Большое спасибо, моя милая! Позволь мне отплатить тебе за твою доброту! И во вспышке света старуха превратилась в прекрасную молодую ведьму. Элла была исключительно поражена увиденным. Ух ты! А теперь скажи мне, что ты хочешь, и я дам тебе это независимо от того, что это. Поэтому Элла рассказала ей все о том, как они бедны и как им приходится голодать целыми днями. Хм, я понимаю. Отлично. Когда ты вернешься домой, на столе ты увидишь горшок. Это волшебный горшок. Волшебный? Да, волшебный горшок. Ты должна ему спеть. Готовь, горшочек, готовь. И он сварит столько сладкой каши, сколько ты захочешь. Так ты и твоя сестра никогда не будете голодать. И когда закончите есть и будете довольны, скажи остановись, горшочек, остановись, и он перестанет готовить. Как замечательно! Я сейчас же отправлюсь домой. Подожди. Прежде чем ты уйдешь, я должна сказать тебе одну последнюю вещь. Чтобы этот волшебный горшок был твой навсегда, ты должна заслужить его. Если ты не сделаешь ничего, чтобы заслужить его, то он исчезнет, и вы обе снова будете голодными. Запомни эти слова, или ты попадешь в большую беду. Конечно. О, спасибо тебе, добрая ведьма. Я сейчас же пойду домой. Приятного аппетита, Элла. Подожди. Откуда ты знаешь мое имя? Но ведьма исчезла, и даже след ее простыл. Элла вскоре вернулась домой и обнаружила горшок на столе, как и сказала ведьма. Джейн стояла рядом, сердито глядя на него. Элла, зачем ты принесла этот горшок домой? Да. Разве я не удивительная? Удивительная? Удивительная, когда находишь способ положить еду в горшок, чтобы сготовить ее. Джейн, ты будешь очень рада узнать, что этот горшок волшебный и будет кормить нас вечно. Моя бедная сестра. Поскольку у нас нет еды, я чувствую, как сжимаются наши животы. Но, похоже, твой мозг начал сжиматься еще больше. Ха! Я тебе докажу. Элла посмотрела на горшок и сказала. Готовь, маленький горшочек, готовь. Как только Элла произнесла заклинание, горшок начал бурлить и варить кашу сам по себе. Джейн была чрезвычайно удивлена, а Элла смотрела на нее с ликования. В одно мгновение каша была готова, и ее аромат заполнил комнату, заставив обеих девушек проголодаться еще сильнее. Обе попробовали ее, и это была действительно лучшая каша, которую они когда-либо ели. И так они каждый день ели до отвала и никогда больше не были голодны. Каша никогда не приедалась им, так как была очень вкусной. Но однажды Элла решила выйти на улицу. Я должна не забыть сказать Джейн заклинание, чтобы горшок перестал готовить. О, но как там было? Что такое? Почему ты так на меня смотришь? Ну, я должна была сказать тебе что-то очень важное. Что-то важное? Что такого важного ты можешь сказать мне? Ты очень злобная. Ладно, я тебе ничего не скажу. Бьюсь об заклад и забыла, что хотела сказать. Я... я забыла. Я пойду. Но, уходя, она вспомнила о заклинании. О, теперь я вспомнила. Ну, не имеет значения, так как она уже ела утром. Я уверена, что она не проголодается. Но через некоторое время Джейн проголодалась. Хм... мне хочется съесть эту вкусную кашу. Элла здесь нет, так что вся каша будет для меня. Она подошла к горшку и радостно хлопая в ладоши пропела заклинание. Готовь, маленький горшочек, готовь. В следующую секунду он уже готовил горячую кашу, которую так любила Джейн. Она жадно вдохнула ее аромат и за считанные минуты все съела. Ах, было бы так вкусно. Ах, теперь я сыта. Ах, надо сказать горшку, чтобы перестал готовить. Ммм, как там было. Эмм, хватит готовить горшок. Но это были не те слова. Элла никогда не говорила Джейн заклинание, чтобы остановить горшок варить кашу. О, нет, что же мне делать? Хватит, больше никакой каши. Прекрати, глупый горшок с кашей. Чтобы она не выкрикивала, котел варил все больше и больше сладкой горячей каши. Бедная Джейн продолжала кричать на горшок, но ничего не помогала. Через некоторое время домой вернулась Элла. Я уверена, что ничего плохого не произошло. В конце концов, какой вред может нанести то, что я забыла маленькое заклинание? Ммм, что это вылезает из-под двери? Я еще чувствую запах каши. Элла подошла посмотреть в окно, и какое же зрелище она увидела. Весь дом был наполнен сладкой липкой кашей. В каше были вазы и стулья. О, какой ужас! А где же Джейн? И тут она увидела бедняжку Джейн, сидящую на столе, который медленно и неуклонно погружался в кашу. А-а-а! О, что мне делать? Почему Элла не идет домой? Джейн! Джейн! Я здесь! Что случилось? Элла! О, моя милая сестра! Пожалуйста, произнеси заклинание и останови ужасный горшок, чтобы не варила больше каши. Остановись, горшочек! Остановись! И, наконец, волшебный горшок перестал готовить. Каша перестала выливаться из него, и Джейн с Элле облегченно вздохнули. Слава Богу, все закончилось! Но в доме все еще такой беспорядок! Прости, что забыла сказать тебе заклинание сегодня. Моя вина! Нет, я тоже виновата. Я должна была спросить и выслушать то, что ты хотела сказать. Я была слишком высокомерна и груба с тобой. Но что же нам делать, Джейн? Наш дом полон каши, А на уборку уйдут дни! Джейн задумалась на некоторое время и затем сказала. В этом городе так много бедных людей! Почему бы нам не поделиться с ними кашей? О, да! Бьюсь об закласс! Так много людей, которые голодают! Им бы очень понравилась горячая кашка! И Элла ушла, чтобы собрать всех бедных и голодающих людей с улиц и домов. Слушайте, у нас есть много вкусной каши, которой мы хотим поделиться. Я уверена, что вам она очень понравится. Берите свои миски, ложки, идите кушать. Совсюду начали стекаться люди, а их глаза горели надеждой. Джейн полнила миски, пока была внутри, а Элла раздала их всем присутствующим. Они с удовольствием съели кашу. Спасибо, Элла и Джейн! Я не ел уже пять дней! Мы очень благодарны вам обеим! Вскоре дом был чист. Каши нигде не было. Джейн вылезла в окно и стояла рядом с Эллой. Увидев обрадованные лица и улыбки людей, Элла и Джейн почувствовали себя очень счастливыми. Элла, очень приятно заботиться о других больше. Я согласна. У нас так много каши, что мы могли есть ее в течение дней. Но мы никогда не делились ей. Давай делить кашу с бедными и нуждающимися. Давай кормить их каждый день, чтобы они никогда не голодали снова. Поэтому каждый день Джейн и Элла ходили по улицам и домам бедняков и кормили их свежей, горячей и вкусной кашей. Это продолжалось долго, пока в один из таких дней к ним не пришел старый нищий. Он был одет в рваную одежду, и Элла и Джейн смотрели на него, пока он шел к ним. Мои дорогие дети, не будете ли вы так любезны дать мне горшочек, из которого варится эта каша? Я приехал издалека, и мои маленькие внуки больны. Мне нечем их кормить. Могу я взять его с собой домой? Что нам делать, Джейн? Если он возьмет горшок, мы снова будем голодны. Все нормально, мы уже наелись. А детям будет хуже, если они вообще не покушают. Джейн повернулась к старому нищему и улыбнулась. Сэр, вы можете отнести горшок своим внукам и хорошо накормить их. Я надеюсь, что они почувствуют себя лучше. И тотчас же старый нищий превратился в ведьму. О, ведьма с кашей! Я очень впечатлена вами обеими. Вы научились заботиться и думать о других прежде себя. Вы также помогли бедным и голодным людям этого города. Означает ли это? Да, это означает, что вы можете взять горшок с кашей. Вы обе заслужили это. Ура! Сладкая каша каждый день! И даже после этого Элла и Джейн продолжали кормить бедных и голодных каждый день. Им нравилось видеть счастливые улыбки на лицах людей. И это, в свою очередь, делало их очень счастливыми.